Привет всем! 7 лет назад я проводила исследование в местечке под названием Самбонги. Это часть города Осаки. Место абсолютно замечательное, очень красивое, и я собирала много материалов, касающихся этого места, в том числе местные легенды. И они мне так понравились, что в результате я перевела не только те, которые мне нужны непосредственно для исследования, но и некоторые другие. И я бы хотела поделиться этими легендами на этом канале. Но я сразу хочу вас предупредить, что легенды народные. Я их никак не редактировала, поэтому если вас напрягает отсутствие логики или достоверности, то лучше не смотреть это видео. Ну а все те, кого такие вещи не пугают, вперед! Мамедзака Джизо. Это легенда о самой большой и самой почитаемой статуе Джизо в Самбонге. Когда это было? Где это было? Уж никто и не помнит. Жили-были муж и жена, глубоко почитавшие Бодхисаттву Канна. Благодаря ее божественной защите их дом процветал, а в семье царили мир и любовь. Родился у них сын. Но вдруг ни с того ни с сего родители, оставив ребенка чужим людям, исчезли. Мальчик рос ни в чем не нуждаясь, кроме родительской любви. Одиноко ему было у хоть и порядочных, но чужих ему людей. Однажды услышал он случайно разговор старух о людях, почитавших Канну, и отправившихся далеко-далеко в паломничество. Не думал он, что это его родители. И с чистого любопытства спросил, а кто эти люди? Но ответа не получил. Еще горще встал о стироте. И с тех пор с каждым днем все сильнее он тосковал по родителям. И за дня в день, слушая рассказы о паломниках, мальчик в конце концов решил пойти по стопам родителей. Хоть и был он еще юн, но обрядился в наряд паломника и ушел из родной деревни. Холоден и жесток этот мир. Что только не испытал юный паломник. Бывало, укрывался он от дождя под крышей чужого дома. Бывало, что и в лесу ночевал. А бывало, что и прогоняли его из деревни, словно нищего. А когда удавалось отдохнуть, вспоминал он свои невзгоды. И на сердце совсем тяжко становилось. Но стоило ему закрыть глаза, как представала пред ним сама Каннон своим священным сияний. И засыпал мальчик с благодарной улыбкой на устах. А на следующий день с новыми силами отправлялся юный паломник в путь. Родителям детей растить, детям родителей почитать, гласит учение Будды. Глубоко веруя в эти слова, шел он из деревни в деревню, благодаря добрых людей за подаяние. День за днем, день за днем, многие годы продолжал он свой путь из деревни в деревню, из города в город. Время, как стрела пролетело, сколько лет прошло не сосчитать. Грусть выросла сковой, стал паломник стариком. Так бревон устало, пока не пришел в городок Санбонги, где и упал, как срубленное дерево. Прохожие, завидев лежащего на земле старика, услышав его стоны, только дивились и мимо проходили. Один только остановился, подошел ближе. Старик сложил руки, будто в молитве, и сказал, «Всю жизнь я ходил по свету, благословляя Каннон милосердную, и лишь об одном жалею, не познал я материнской любви. Прошу, дайте мне спить молока грудного». Удивился прохожий в такой просьбе, но жаль ему было умирающего. Пошел он к знакомой женщине, у которой был маленький ребенок, рассказал ей обо всем. Решили они уважить просьбу старика. Обрадовался он, как ребенок в груди женской, и принялся сосать да причмокивать. «Рос я без матери, о родительской любви не знал. Спасибо вам, добрые люди!» Уважили просьбу несчастного сироты. «Теперь я со спокойной душой могу покинуть этот мир, дабы продолжить свой путь служения Каннон в другом мире. А все свои драгоценности я завещаю вам. Мне они больше не нужны». «Пустите их на хорошее дело. А чтобы вам все удалось, закашите статую Бодхисаттвы Джизо и почитайте его». Так сказал старик, сложил молитвенно руки и покинул этот бренный мир. Мужчины и женщины запомнили каждое слово, сложили руки в молитвы и поклялись чтить память умершего. Быстро разошлись слухи о происшествии. Драгоценности, пожалевшие старика мужчина и женщина, разделили между собой. И еще на нужды всего Санбонги осталось. Добрый прохожий открыл свою лавку и какое-то время жил счастливо. Но вдруг посыпались на него несчастья. Пошел он к прорицателю и спросил, что с его удачей стало. Ответил ему прорицатель, «Ты дал обещание тому, кто стал Буддой, но не исполнил его. Он к тебе и во сне являлся, приняв облик Джизо, а ты все равно обещание не исполняешь. Гневается он на тебя, так что скорее сделай, что обещал». Устыдился лавочник, вспомнив о своем обещании старику. Решил он заказать статую Джизо. Обошел множество мастеров по камню, но никак не мог найти подходящий камень. Услышал он, что в Сандае, в Хачиманчо, у одного каменотеса есть большой камень. Пошел лавочник к нему и рассказал свою историю. Мастер только руками всплеснул. Вот чудеса. На этом большом камне полюбила детвора местная играть. Соберутся вместе, залезут на камень и давай распевать «Джизо-сан, Джизо-сан, с нами поиграй». А кто их этой песне научил, непонятно. Видать, если из этого камня сделать Джизо, будет он красивым и величавым, и будут к нему люди идти на поклон. Сказав так, принялся мастер за работу. День за днем работал он над статуй и вытесал такого Джизо, что любо долго смотреть. Когда же пришел срок отвозить статую в Самбонге, со всей округи сотни людей собрались, погрузили Джизо на тачку и много дней везли его в местечко Ома-Мэцака, где он и по сей день стоит. Субтитры создавал DimaTorzok